Подготовили основное поле для монтажа уже существующего поля, плюс, чтобы могла зайти техника и спокойно помогать нам в демонтаже крыши. Это та самая кровля, которая вызывала так много вопросов у спасателей. В Краевом ведомстве поверхность назвали пожароопасной, сложно поверить, но под потолком есть еще один. Именно его сейчас укрепляют рабочие. Мы там сегодня подшиваем профлистом крышу, из-за этого мы затянули маленькое снятие кровли, потому что удобно работать с существующих трапов, которые есть на кровле. После того, как потолок разберут или, как тут говорят, обрушат, сюда пригласят жителей края. Каждый желающий сможет забрать себе частичку истории. Кто-то на память, кому-то в хозяйстве пригодится, говорят специалисты. Деревянные панели раздадут абсолютно бесплатно, сэкономят на транспортных расходах, заодно окажут помощь людям. Конструкция, она будет расширяться, расширяться до 4 метров в длину, 24 в ширину. То есть эта конструкция будет вот здесь? Она будет еще больше. Еще больше, но под потолком. Да. Вот на этом месте, где сейчас колонки, да? Да. Творец зрелища спорта теперь уже история. Сейчас это Титов арена. В честь нашего знаменитого земляка возле центрального входа установлен барельеф. Переносители ломать пока еще не решили. Возможно, сохранят и откроют музей. Экспонаты находят тут же, буквально под ногами. Старые калькуляторы рабочие, вентиляторы, таблички интересные. Допустим, там табличка 50-х годов. Вход 3 рубля, а для детей рубль. Под грифом секретного авторов проекта фасад зданий не рассказали, в этот раз обещают сюрприз. Переделывать, а точнее доделывать, пришлось все тому же владельцу Михаилу Дроздову и другой своей объекту. Все тех же спасателей и прокуроров возник приличный список претензий. До устранения Карандин арену решено было закрыть. Добавить датчики пожарной сигнализации. Они у нас стояли по проекту в один ряд, но под нормативным документом они должны стоять в два ряда. Исправили это было одно из основных замечаний. Из других отсутствие табличек выход и доводчиков на дверях, малое расстояние между рядами и перилами. Дальнейшая судьба пока еще неизвестна. В суде все мои акты и техническое заключение испытательно-пожарной лаборатории приняли. Все-таки жалоба будет подана дальше на пересмотрение этого дела и дело будет передано, скорее всего, в краевой суд. Зато точно известно, басты здесь не будет. Концерт известного рэп-исполнителя перенесли в другой спортивный объект. В дальнейшем от выступлений звезд Каранди на арене решили отказаться. Говорят, все-таки площадка не рассчитана на такое количество зрителей. Главное это хоккей, который так нужен Алтаю. Кирилл Политов, Николай Шилко. День с толком.